В зимний период особое внимание властей уделено котельным. Тепло должно поступать в квартиры и дома без перебоев. Чтобы убедиться в исправности оборудования и грамотной работе персонала, временно исполняющий полномочия главы Ленинского городского округа, Станислав Катаров посетил несколько теплостанций муниципалитета. Для нас принципиально важно, чтобы теплооснабжение нашего города осуществлялось качественно и бесперебойно. На сегодняшний день, за время новогодних праздников, во время сильных морозов, не было допущено ни одного отключения простоя. Все работает в графике. Вот сейчас те котельные, которые мы посмотрели, две, они тоже работают по тому температурному графику, который задан, без отклонений, все в порядке. Первой точкой стала котельная села Молокова, обслуживающая 27 многоквартирных домов и 7 социальных объектов. Несмотря на то, что сооружение построено в 1976 году, находится оно в исправном состоянии и функционирует в штатном режиме. Далее Станислав Катаров пообщался с сотрудниками котельной, расположенной на Радужной улице. Современная станция снабжает теплом новые микрорайоны города Видное. В период минус 25 температуры были в эти праздники, мы выдавали 126 градусов. Понятно. Ну то есть, получается 130 это максималка, да, или как? Теоретически мы можем... Ну то есть, я просто к чему? Не дай бог минус 40, такое же бывает? Ну, котлы вообще могут до 150 градусов, заводские их параметры. Следующей точкой проверки стала центральная котельная города Видное. Мощность котельной 240 гигкалорий в час. Это на старую застройку и на новую. Котельная у нас из четырех котлов по 60 гигкалорий в час. Значит, они автоматизированы, с постоянным присутствием персонала, с операторами. В целом по городу еще есть 37 центральных тепловых пунктов, которые снабжают, ну микрорайон, а один центральный тепловой пункт снабжает несколько домов теплом и горячей водой. Отсюда выходит только теплоноситель, который нагревает уже на ЦТП систему отопления и горячее водоснабжение. По итогам осмотра, временно исполняющий полномочия главы Ленинского городского округа Станислав Катаров предложил для более пристального контроля создать единую систему управления всех котельных муниципального образования. Необходимо диспетчеризировать все котельные в муниципальном образовании. И, конечно же, не только котельные, но и ЦТП, и детские сады, и школы, и другие объекты, которые входят в нашу зону компетенций. Наталья Буслаева, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ.